Можно заметить по топографии, что мы спускаемся вниз. Здесь начинается долина Кедрон. И она идет дальше, в правую сторону, это на юг. Когда Авраам возвращался из битвы, он выручал своего племянника Лота. Вот он с победой возвращается из битвы. И проходит через Царскую долину. У Кедронской долины есть несколько названий. Просто каждый угол имеет свое название. Кстати, до сегодняшнего дня битвины тоже каждый поворот в какой-нибудь долине называют по-своему. Так вот, с правой стороны от нас долина Кедрон. И если продолжить наш путь туда дальше, на юг, то мы окажемся у древнего Иерусалима. Вот там, где Иерусалим зарождался. И там и был город Шалем. И вот в книге Батейе мы читаем о том, что навстречу Аврааму выходит Малхаседек. Царь Салимский. Это первое упоминание в истории Иерусалима. Священник Бога Всевышнего. Вот это происходит где-то здесь, согласно писанию, в долине Кедрон, которое имело название еще Царское. А теперь вот мы пересекли Кедрон, и вновь топография меняется. Мы поднимаемся наверх. Мы уже поднимаемся на вершину Масличной горы. Иерусалима. Красноярск. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мы в Иерусалиме, на Елеонской горе, и с этой горой связано огромное количество историй, преданий, пророчеств, событий, уникальных и удивительных. Но сегодняшнее наше путешествие будет посвящено одному особенному событию – это вознесению Иисуса Христа на небо. И совершим мы это путешествие вместе с израильским гидом Лизой. Лиза, что нас ждет сегодня? Мы должны будем добраться до самой высокой точки на Елеонской горе. Сейчас мы уже на Масличной горе, но это не самое главное, не самая высокая точка. И, конечно же, здесь можно рассказать о многом. Масличная гора богата историями. И прошлого, и также о будущем. Будущее очень связано с Масличной горой, с пришествием Мессии. Но мы поговорим сегодня с вами о том, о чем Библия говорит меньше всего по каким-то причинам. Только в Евангелии от Луки и только в Деяниях апостолов мы встречаем историю о вознесении Иисуса Христа. И можно представить апостолов. Вот внизу – Кедронская долина. Мы как раз ее на машине пересекали. Мы поднимались на Масличную гору, и мы в самом начале, где зарождалась Кедронская долина, мы пересекали ее. А здесь мы видим ее продолжение. Она идет с севера на юг. Это единственная долина, о которой в Библии сказано Нахаль, Кедрон. То есть там в древности была вода. Там даже мостик был с одной горы на другую. Так вот, внизу Кедрон, еще долина Царская, Шава. У нее много самых разных названий. И если мы пересекаем через Кедрон, то мы оказываемся на Храмовой горе. Вот огромнейшая площадка, где стоит сейчас золотого цвета купол – это Храмовая гора, огромная площадь. Когда-то там бывал Иисус, он часто учил на Храмовой горе. Затем он переходил речку Кедрон, поднимался на Масличную гору пешком. И здесь он часто останавливался на ночь, к примеру, и молился здесь, и говорил о последних временах. Тоже все происходит это на Масличной горе. И так же и вознесся он на небеса в славу Господню, тоже с Масличной горы. Ну что ж, давайте приглашаем наших телезрителей и идем к месту Вознесения Иисуса Христа. Добро пожаловать! Пойдемте! Лиза, вот мы оставили там нашу машину редакционную на площадке, где прекрасная панорама, и все, идем, идем, идем. И где же это долгожданное место, где вознесся Иисус Христос на небеса? Как найти, как сориентироваться телезрителям, чтобы не пройти мимо? А вы почувствовали, что мы поднимались вверх? Да, почувствовали. Вот мы добрались до самой высокой точки на Масличной горе. И мы совсем недалеко от смотровой площадки. Если вы идете в сторону с севера, и вы увидите название улицы, Раби Алядауиа, добираетесь до самой высокой точки, вы ногами чувствуете? Чувствуем. И вот вход в часовню. Это знаменитая часовня Вознесения, о которой многие говорят. Самая высокая точка на Масличной горе. Смотрите, но здесь настораживает туриста то, что здесь какая-то мусульманская святыня. Да, рядом есть еще и мечеть. Но все это превратилось в мечеть лишь в 13 веке. Ну и мусульмане тоже имеют свое уважение к Иисусу. Поэтому в некоторых местах даже можно увидеть название Мечеть Вознесения. Ну, замечательно. Ну что ж, дорогие телезрители, пойдемте в часовню Вознесения. Согласно Евангелию от Луки и также деяниям апостолов, мы знаем, что после воскресения Иисуса из мертвых, через 40 дней, Он поднимается со Своими учениками на вершину Масличной горы и возносится на небеса. Деяния апостолов. Первая глава. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виды их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Вот мы можем представить, что мы стоим, мы сейчас на самой высокой точке Миленской горы, и мы смотрим на небо. И представьте, вы оказались тогда вместе с учениками здесь, и вы обратили свой взор. Но тут явились ангелы, и они говорят, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим, с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. А когда мы открываем Евангелие от Луки, там есть еще добавление. Они возвращаются радостные. Но можете себе представить, Иисус предсказывал, что Его убьют. Кто-то из Его учеников Петр говорит, «Нет, ни за что». А Иисус отвечает, что «Если я не умру, вы не будете иметь жизни». И потом апостолы стали свидетелями очень страшной смерти. Их учителя, но встретили Его воскресшим, как они были рады. И тут они снова должны прощаться со своим учителем. Кому теперь они обратятся за словом? Почему же все-таки они радостные возвращаются? Тут плакал бы человек, наверное, если так подумать. Но они с песнопениями возвращаются в город, потому что Иисус дает им обещание, что Он вернется. Вот как Он поднялся на небо, так же Он и вернется. «И сей я с вами до скончания века», – говорил Иисус. И еще Он благословляет Своих учеников. И можете себе представить и себя среди них, смотрящими на небо. Как сотник когда-то смотрел на Иисуса на кресте. Так же и мы сейчас уже смотрим ввысь. Иисус поднялся на небо, Он был облечен в славу. И так же Он вернется. Здесь Иисус обещает Святого Духа своим ученикам. И это самая высокая точка на Масличной горе. И здесь с византийских времен собирались огромнейшие толпы людей, верующие мчались со всех уголков мира. Когда-то здесь была византийская церковь. То, что сейчас вы видите, это уже построено было крестоносцами. И когда-то это здание дышало, потому что эти арки не были закрыты. Сейчас они заблокированы, потому что позже, уже в XIII веке, Салахадин, отвоевав, одержав победу над крестоносцами, он решил превратить это место в мусульманскую святыню. Здесь была рядом построена мечеть. И закрыты были стенами эти арки. Представьте, здесь такое здание, которое дышит. Можете увидеть даже капители крестоноски. Гриффины, там, римского стиля. Очень красивое место. Если у вас будет возможность, побывайте здесь. Мы можем войти внутрь и посмотреть, во что верили в древности люди. В византийские времена и в крестоноские времена. Эта часовня скрывает под собою точку, где, по преданиям, откуда и вошел Иисус на небо. И ныне Он сидит одеснуя Отца, ходатай свой о нас. Если поднять свой взгляд вбысью, то первоначально здания, вот византийские и крестоноские, мы видели бы небо, потому что это очень важно. Мы смотрим на небо. Но позже уже появился купол. И здесь есть камень, который с крестоноских времен символизирует, считается, что там можно увидеть след, который оставил Иисус перед тем, как Он возился на небеса. Каждый год в день Вознесения. А когда это происходит? Обычно через 40 дней после воскресения Иисуса из мертвых. Получается, если воскресение Иисуса из мертвых – это всегда день воскресный, то день Вознесения всегда выпадает на четверг. А даты точно нет установлены. И здесь, в этом дворе, всё меняется. Если в течение года христиане могут приходить сюда, но, к примеру, священники не могут зайти, облачённые в рясу, не могут проводить служение, то один раз в год, в день Вознесения, здесь всё празднично. И здесь вы можете увидеть алтари. Вот написано, к примеру, сирийский алтарь, коптский алтарь, там греческий алтарь и так далее. То есть каждое направление христианства пытается быть здесь и радоваться, вспоминая о том, что Господь вернулся в славу свою. Одна из древних путешественниц IV века, её звали Эгерия, она, побывав на Масличной горе, оказалась в пещере, которая недалеко от нас, и услышала песнопения и чтение Матфея. И она была в той пещере, где, согласно преданиям, Иисус учил своих учеников молитве «Отче наш» и также учил о последних днях. И затем она рассказывает, что после долгого служения, многих молитв и песнопений целая процессия проходила небольшое расстояние, и они поднимались на самую высокую точку на Масличной горе, где стояла церквушка, посвящённая Вознесению Иисуса Христа. Она говорила вот об этом дворе, и здесь когда-то в византийские времена была церковь, но нельзя сказать, что это было такое огромное здание, а просто очень лёгкое возвышенное здание с арками, открытое небо, чтобы вот те паломники, которые поднимались сюда, они могли видеть небо. В истории Вознесения это самое главное, потому что как Иисус ушёл в небесную обитель, так же он вернётся, но уже в славе своей. Поэтому тема неба очень важна здесь. Но сегодня куполом закрыто небо, поэтому мы можем увидеть облака здесь, стоя во дворе. Лиза, спасибо, что мы посмотрели такое интересное место Вознесения Иисуса Христа. Я хотел спросить, почему эта улица носит какое-то французское, что ли, название Рабия Аля Давия? Что это такое? В честь чего она носит это название? Рабия Аля Давия – это женщина 8 века нашей эры, очень яркая личность из Ирака. Она писала стихи, знаменитые в суфийском мире. Если вы слышали, суфизм в исламе. Так вот, у него есть очень интересные стихи, и очень много легенд в исламе посвящено ей. Она постоянно говорит о покаянии, о любви к Господу. Очень интересная связь, кстати, с христианством можно у нее обнаружить. Звали ее Рабия Аля Давия. И вот эта вся улица так и названа. На вершине Масличной горы вся улица так и названа, потому что рядышком есть гробница. И мы можем посетить эту гробницу. Да? Хорошо. Приглашаем телезрителей. Продолжается программа «Путеводитель по Израилю». И мы узнаем, чьим именем названа эта главная улица на Иллионской горе. Добро пожаловать! Я вас приглашаю. Мы вместе можем заглянуть внутрь гробницы, где жила Пелагия. Но также по традиции здесь похоронена и Рабия Аля Давия, в честь которой и названа эта улица. И очень многие мусульмане приезжают сюда, чтобы посетить ее могилу. Так есть еще одна традиция, что она похоронена в далеком Ираке. Но, тем не менее, вы видите, многие приходят и сюда. Масличная гора всегда привлекала к себе верующих людей. Сюда мчались многие из разных уголков мира. И многие так и остались здесь. И вот есть история, одна очень интересная, история V века. В далекой Антиохии. Самая красивая женщина Антиохии. Звали ее Маргарита. И однажды священник и другие, также его братья, увидели огромную процессию. Много мужчин шли за одной женщиной и пытались хотя бы взглянуть на ее лицо, разглядеть ее лицо. Но женщина была одета очень странно для тех времен, очень открыто, вызывающе. И вот аромат духов следовал за ней. И все просто обожествляли ее. Священники все отвернулись, чтобы не увидеть все это. Однако один из них, его звали Нон, спрашивает, а что вас так испугала ее красота? А вы знаете, что она оставила нам пример? Сколько времени она проводит перед зеркалом, чтобы так выглядеть? А сколько времени вы проводите в молитве, чтобы душа ваша выглядела причесанной, умытой перед Господом? И Маргарита, она услышала эти слова священника. И позже, по истории ее жизни, мы знаем, что она приходит к вере. Раскаявшись, она решила посвятить жизнь свою Господу. И прибыла в Иерусалим. Здесь, в этой пещере она жила. И имя у нее было новое, Пелагея. Но так как она была очень красивая, и было очень опасно в те времена жить в одиночестве, тем более ей и женщины, она переоделась в мужчину. И только когда она умерла, все поняли, что рядом жили с самой красивой женщиной Антиохией. И она в церкви является ярким примером покаяния. И она оставила пример. И сразу же вспоминаю слова священника Нона, который говорит, а ведь она пример оставила, что каждый день мы смотрим в зеркало, мы пытаемся выглядеть хорошо, мы поправляем галстук. А что же душа наша? Время задуматься о душе. И считается, что она была похоронена там, где и жила в этой пещере. Также позже мусульманская традиция решила принести традицию из Ирака. И полагает, что здесь похоронена женщина, тоже очень интересная. И ее стихи посвящены покаянию, любви Божьей. Но она из суфийского направления. Звали ее Раби Алядавия. И поэтому сегодня это место поклонения для мусульман. А в еврейской традиции считается, что здесь похоронена хульда, пророчица хульда. Но эта традиция позже уже пришла сюда. Но просто хотела поделиться с вами историей Пелагеи, самой красивой женщины Антиохии, которая, раскаившись, долгое время жила здесь, на Масличной горе. Кстати, Раби Алядавия, согласно мусульманской легенде, есть очень интересная история о ней. Однажды ее увидели, она бегала по деревне, в одной руке у нее был факел горящий, а в другой ведро с водою. Ее спрашивали жители, зачем тебе все это? Она говорит, я хочу поджечь награды райские, или же я хочу залить адский огонь. Потому что я хочу служить Богу из любви к Нему, а не из-за того, что я боюсь ада, и не из-за того, что я жду награды от Господа. Хочу служить Ему из любви. И вот она также часто говорила о покаянии. Поэтому не зря традиция мусульманская из далекого Ирака, перенесла ее захоронение сюда, в то же место, где похоронена и Пелагия. Христианская, очень интересная женщина, женщина-христианка, тоже свою жизнь связавшая с покаянием. Ну что ж, дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу программу, посвященную месту Вознесения Иисуса Христа отсюда, с Иллионской горы, откуда открывается прекрасный вид, панорама на этот древний, замечательный, красивый город. Лиза, мы благодарим за эту удивительную экскурсию, за это удивительное путешествие. Мы многое узнали, многое увидели. Конечно, это место достойно того, чтобы сюда приехать, увидеть, пройти своими ногами по этим замечательным дорожкам, тропинкам, улицам и посетить эти достопримечательности. Ну и благодарим и хотим услышать от вас прощальное слово. Посмотрите, как горы окружают Иерусалим. Если приглядеться, то Иерусалим на самом маленьком холме родился, потому что там была вода. Город Давидов в этой стороне. И все горы вокруг выше. И в псалмах сказано, как горы окружают Иерусалим, так же и Господь окружает народ свой. И пусть Господь будет с вами и оберегает вас так, как оберегает горы Иерусалим. Ну что ж... Благословения. Благословения. Прощаемся с вами и говорим вам шалом, до свидания и лихитраот. Лихитраот. В следующем году в Иерусалиме. Однажды я увидел фотографию панорамы Иерусалима, вот как раз с этим фоном. И у меня появилась мечта попасть вот на это самое место, чтобы это все увидеть. И вы знаете, эта мечта сбылась, я этому очень рад. И вообще здесь история оживает. Такое ощущение, что каждый камень здесь, он имеет свою историю и свои какие-то исторические события за ним сокрыты. Это очень уникальное место. Конечно, я из Петербурга, и там тоже много интересных мест исторических, но они в основном связаны с историей одной страны. А здесь история оживает в глобальном смысле, потому что это то, что происходило здесь, на этой небольшой территории, повлияло на глобально, практически на все народы Земли. Поэтому, конечно, это особенное ощущение, особенное место лично для меня. И поэтому я очень рад действительно здесь быть и наслаждаюсь процессом создания программы об Израиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова